Всем привет! Меня зовут Эд и вы на канале Проект Магнит. И сейчас вы услышите две истории, которые вызовут разные чувства, с которыми вы, надеюсь, поделитесь в комментариях. Зовут этого мужчину Зайонна Чана. Он живет в индийской деревушке, которая привыкла к тому, что видит. А именно, одну из самых больших семей не только в округе, но и во всем мире. Деревня эта расположена в индийском штате Мизорам и называется Бактванг. И все, кого вы видите на этом фото, это его жены, дети и внуки. У него 39 жен, 94 детей и 33 внука. И только за последний год он взял в жены более 10 женщин. При этом их никто не заставляет выходить замуж. Они сами добровольно идут на это. Возможно, потому что сами из бедных семей и с охотой соглашаются стать частью этой общины. Говоря общиной, я имею в виду, что Зайонна является основателем религиозной организации под названием Чана Павел, в которой приветствуется множество. На данный момент у него более 2000 последователей. Однако не будем заострять на этом внимание и рассмотрим позицию Зайонны, который верит, что делает благое дело. «Я чувствую себя особенным сыном Бога, который послал стольких людей, о которых я могу заботиться. Ведь по сути я даю этим женщинам крышу над головой, спасаю от бедности и даю шанс расти детей, не опасаясь, что завтра им нечего будет есть», — говорит Зайон. Однако, как всегда, в мире нашлись множество людей, которые негативно отреагировали на все это дело, аргументируя это тем, что в таком случае пропадает святость любви, что это аморально и как минимум неправильно. Сами же жены Зайонны говорят, что нисколько не ревную друг друга, что у них все хорошо, и они спокойно смотрят на то, что каждую неделю он спит с одной из них и, скажем, более молодых держит поблизости, а тех, которые постарше, селят в отдаленных спальнях. И старшие жены, которые уже не могут рожать детей, помогают нянчить малышей младших. Он хорошо постарался, чтобы организовать порядок и определить для каждого свою роль. Живут они все вот в этом огромном доме, в котором сто комнат. Кормятся тем, что добывают коллективным трудом. У Зайонны есть главная помощница, его первая жена. Женщине 70 лет, но она все еще полна энергии и всегда чем-то занята. Она же раздает указания всем остальным женам, поэтому все предели. Все члены семьи просыпаются очень рано. После молитвы начинается работа, которая прерывается на прием пищи. Каждый день все члены семьи в общем съедают 45 килограммов риса, 20 килограммов овощей и 35 килограммов мяса. Дети Зайонны говорят, что у них тоже все хорошо, и они счастливы быть частью такой огромной семьи. И, к слову, у этих детей есть собственная школа, где они получают далеко не самое плохое образование. Зайона и об этом позаботился. Трудно сделать какие бы то либо выводы, глядя на все это со стороны. Ведь кто знает, что и как может оказаться на самом деле. Сам же мужчина говорит, что в свои 67 лет не прочь взять в жены еще несколько желающих и тем самым помочь им выбраться с затруднительного положения и родив детей быть уверенными, что они будут обеспечены. И, по его словам, все всем довольны, иначе бы давно сбежали, взяв детей, и раз они все рядом, значит все идет как надо. Так кто же он все-таки? Добродетель? Или же он творит что-то ненормальное? Субтитры создавал DimaTorzok Второй наш герой тоже окружен множеством детей, но тут иная история. Папа Раджи или Раджип Томас принял к себе в дом детей, от которых отказались родители, когда узнали, что те ВИЧ инфицированы. Со слов мужчины, все это началось после случайной встречи возле больницы. Я увидел девочку, спящую на улице, слабую до такой степени, что вы могли бы увидеть ее кости. Я узнал, что она ВИЧ положительная, и от нее отвернулись родители. Я спросил у нее, что бы она хотела поесть, и она ответила, что лапшу. Но в тот день я ее не нашел, поэтому я пообещал ей вернуться на следующее утро. Потом я узнал, что в ту ночь она умерла, и этот случай преследовал меня. После этого я пошел в больницу и попросил их связываться со мной каждый раз, как только в будущем к ним будут поступать подобные дети. Жена с пониманием отнеслась к действиям мужа и всячески ему помогала. Мужчина имеет из своих родных биологических детей, но говорит, что любит всех в равной степени. И пока его жена занимается трехразовой готовкой пищи для двух десятков детей, папа Реджи заботится об их образовании и здоровье. И он говорит, поначалу было трудно сводить концы с концами, у нас был один матрас, на котором спало четверо детей. Моя жена и я как-то обходились без него. В конце концов люди начали жертвовать нам кровать, зерно и деньги. Моя семья из четырех человек медленно начала расширяться, и теперь нас 24. Все больше и больше детей с ВИЧ отправляются ко мне. Они просто узнали, что где-то есть сумасшедший дядька вроде меня, который принимает таких, как они. Папа Реджи также стремится разрушить стереотип о ВИЧ. Положительный ВИЧ-статус еще не говорит о том, что ваша жизнь будет короткой. Эти люди могут жить, как самый обычный человек. И это то, чем я занимаюсь. Я хочу спасти их и дать им долгую жизнь. И одновременно показать людям, а главное родителям, что не нужно от них избавляться. Они не заразны и имеют право жить среди нас. С любовью и заботой возможно все. Подписывайтесь на наш инстаграм, потому что сегодня я проведу прямой эфир там. А также в группу ВКонтакте, где тоже вас жду. Ну и конечно, не забывайте быть магнитом и притягивать в свою жизнь только самое лучшее. До скорого!